Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о пяти трюках, которые могут значительно улучшить и, что немаловажно, облегчить ваш макияж. Может так случиться, что вы уже знакомы с этими трюками, но если вдруг нет, то поверьте, это очень сильно меняет правила игры в вашу пользу. Сегодня мы с вами поговорим и о растушевке, и о бровях, и как сделать так, чтобы консилер не скатывался в морщины под глаза. В общем-то, я для вас собрала все самые насущие проблемы макияжа и расскажу, как их легко решить. Давайте приступать! Первый трюк, о котором я хочу вам рассказать, касается формы макияжа глаз. Я помню, очень много лет назад, когда я еще только училась в школе визажа, нам вдалбливали просто в голову то, что тушевка изначально, с самого первого до последнего штриха, должна быть идеальной. Вы не должны исправлять какие-то ошибки в форме, то есть вы сразу создаете ту форму, которую вы хотите, максимально чисто. И, в принципе, я до сих пор согласна, что когда визажист делает макияж, самое ужасное, это когда видишь грязную растушевку и неправильную форму. Но все-таки с тех времен прошло достаточно много времени, и я считаю, что сейчас и техники стали более продвинутыми, и, в принципе, косметика стала более прощающей. То есть сейчас, мне кажется, не настолько параноидально важно вот просто за каждым движением кисти следить, потому что есть вот такого рода кисти, которые могут исправить любые ваши недочеты. Я в последнее время грешу тем, что я, когда делаю макияж глаз, я беру просто вот такую классическую растушевочную кисть и начинаю тушевать, и не задумываться, в принципе, за какие линии я захожу. Чаще всего бывает, что я слишком сильно в тушевке захожу вот сюда вот, и для меня это некрасиво, потому что это еще больше создает как нависание, тяжелый глаз. И я люблю, когда моя тушевка начинается где-то приблизительно с одной трети глаза и уходит вот так вот постепенно к виску. Поэтому, когда я просто вот так вот не задумываюсь, начиная тушевать, я могу и сюда слишком сильно зайти, и в то же время тушевкой опустить глаз очень сильно, зайти, то есть за вот эту линию. У вас это может быть что-то совершенно другое, но если вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что где-то вы увлеклись тушевкой, и вам нужно срочно исправить форму в макияже, то здесь нет ничего лучше, чем вот такие вот пушистые синтетические кисти. Это может быть абсолютно любая кисть, у меня это кисть от Faberlic, она мне очень понравилась, и я ее использую как ластик. И трюк здесь как раз таки и заключается в том, что синтетические пушистые кисти работают как ластик. Если вам нужно где-то подправить форму, что-то убрать, может быть вы слишком насыщенным сделали оттенок, может быть слишком далеко зашли, может быть вам слегка нужно изменить форму, тогда вы берете вот такую кисть, не наносите абсолютно ничего на эту кисть и начинаете слегка проходиться по той зоне, откуда вы хотите лишнюю косметику убрать. Если у вас уж прям совсем тяжелая рука, и вы так конкретненько косметику нанесли туда, куда не нужно, то опять-таки берете абсолютно аналогичную кисть, немножко консилера, вбиваете этот консилер в кисть, только следите за тем, чтобы кисть не была именно вымочена в консилере. Консилера должно быть совсем-совсем немного, и вот так вот тест вы можете провести по руке, вы не должны увидеть следы консилера, то есть легкие-легкие, может быть штришки какие-то, но ни в коем случае не полосы консилера. Так вот, вот такую кисть с консилером вы берете и делаете в принципе то же самое, и подправляете форму в макияже. Также именно по причине того, что очень важно форму макияжа глаз делать правильной, я люблю макияж глаз делать с самого начала, потому что, во-первых, если у вас осыпаются тени, их легко потом вытереть под глазами с помощью ватного диска, и при этом не нужно уже беспокоиться о том, что у вас консилер нанесен, и что ж теперь делать, то ли смывать консилер, то ли заново наслаивать. Лучше сначала делать макияж глаз, и, кстати говоря, это тоже позволяет вам корректировать форму. Опять-таки, если вы зашли, например, где-то в уголке слишком далеко и опустили свой глаз, просто с помощью ватного диска подтираете, делаете ту форму, которая вам нужна. Можно также это делать салфетками для снятия макияжа, и с помощью этого трюка просто элементарно делаются кошачьи глаза. Можно абсолютно небрежно вот так вот махать кистью и делать растушевку, а потом, когда вы берете этот уголок, подтираете с помощью салфетки или ватного диска, у вас получается идеальный такой срез, который очень круто потом дополняется какой-нибудь стрелочкой. И, кстати говоря, этот же срез и является еще и направляющей для вашей стрелки, то есть вам еще и стрелку легче потом будет нарисовать. Второй трюк, о котором я хочу вам рассказать, это нанесение консилера, и самое главное, даже не просто нанесение, а закрепление консилера под глазами. Очень многие из нас сталкиваются с проблемой, что консилер скатывается под глазами, заваливается куда-то в морщины, и меня всегда просят, посоветуй какой-то консилер, который не заваливается в морщины. На самом деле таких консилеров не существует, потому что это обычная физика, у вас есть впадина, то есть морщина, и есть жидкость, которая в любом случае туда хочет затечь, и так как это впадина, она хочет там остаться. Поэтому я сейчас хочу вам рассказать о всех этапах нанесения и закрепления консилера, потому что мне кажется, вот то, как делаю сейчас я, это какой-то, наверное, универсальный способ, который мало того, что очень многим подходит, так это, в принципе, еще, я считаю, достаточно такой пуленепробиваемый способ, который хорошо выглядит, не подчеркивает морщины, не создает вам новые морщины, и не выглядит сухо под глазами. В первом шаге, в принципе, ничего особенного, мы просто наносим консилер, единственное, что наносить консилер я люблю по орбитальной кости. Я имею в виду, что когда вы только берете сам консилер и делаете нанесение на кожу, не наносите в зону, где у вас морщины, потому что вы сразу забьете туда огромное количество жидкости. Поэтому наносите лучше по орбитальной кости и начинайте растушевывать. Растушевывать можно любым способом, можно пальцем, можно кистью, можно спонжем, в зависимости от того, какой у вас консилер, вы наверняка знаете, как вам больше всего нравится его растушевывать. Потому что в зависимости от формулы консилера, разный к нему может быть подход. В общем-то, наносите, как вам нравится. Здесь каких-то особых трюков нет, но самый главный трюк как раз-таки в закреплении. После того, как вы нанесли консилер под оба глаза, с каждым глазом начинаем работать по очереди. Потому что я вам гарантирую, что к моменту, когда вы растушевали консилер под вторым глазом, под первым у вас уже слегка-слегка может он начать заваливаться в морщинки. Так вот, на этом этапе очень важно взять в руки спонж, опустить голову вниз, а взгляд наоборот поднять вверх. Тогда кожа под глазами максимально распрямляется. И с помощью спонжа вы таким образом можете разгладить абсолютно любые морщинки. И даже если у вас что-то к этому моменту уже скаталось, вы моментально эти излишки впитываете спонжем. И распределяете все просто до идеала под вашими глазами. Сразу моментально после этого вы берете какую-то пушистую растушевочную кисть. У меня это вот такая вот обычная кисть с Алиэкспресс какого-то набора, но она мне очень понравилась для зоны под глазами. Набираете немножко пудры. Пудру опять-таки выбираете ту, которая нравится вам. Я считаю для зоны под глазами самое лучшее, что я пробовала в своей жизни, это прозрачная пудра от Лоры Мерсье. И что касается нанесения, то вы наносите совсем немного этой пудры на вот такую пушистую кисть. И в такой же дурацкой позе, опущенной головы вниз и поднятого взгляда, вы начинаете закреплять консилер. И первые движения у меня такие слегка похлопывающие, то есть ни в коем случае не размазывающие. Поэтому не советую здесь вот так вот возюхать, потому что из-за того, что на кисти очень сухая текстура, а здесь у вас достаточно кремовая, вы вот так вот, начиная водить кистью, просто будете цеплять консилер и прям срывать его с определенных мест. И где-то могут появиться у вас проплешины, соответственно. Поэтому первые действия, которые вы делаете, это вот такие вот похлопывающие. И когда уже основная зона у вас здесь не кремовая, а именно сухая по своей текстуре, тогда можете пройтись и вот так вот даже в морщинки хорошо зайти, все хорошенько там растушевать и закрепить там тоже всю пудрой. На мой взгляд, правильно закреплять консилер пудрой гораздо лучше, чем вообще его не закреплять. Потому что, опять-таки, я вам сейчас покажу, как выглядит зона под глазами незакрепленная. Там консилер моментально скатывается, и он продолжает и продолжает и продолжает скатываться на протяжении дня. А с другой стороны, как видите, консилер полностью закреплен, он не будет заново собираться у вас в морщинках и таким образом продержится в идеальном состоянии. Еще один трюк, о котором я хочу вам рассказать, это нанесение хайлайтера на скулы. Я слишком часто вижу, как люди берут кисть и наносят хайлайтер вот так вот полосой на свои скулы. Опять-таки, здесь есть такие нюансы, которые может не уловить обычный человек, я имею в виду не визажист, потому что визажистов учат строению лица. Так вот, что касается нашей скулы, то это одна из самых рельефных частей. Соответственно, она не плоская. И если вы вот так вот будете наносить хайлайтер, то все закончится тем, что у вас будет именно полоса. И если вы повернете голову, вы увидите, что вам нужно растушевывать края. Так вот, для того, чтобы охватить всю скулу сразу, мы и работаем вот такими вот движениями. Тогда самая яркая часть будет, естественно, на вершине и там, где нужно и будет подсвечиваться. Но в то же время, как бы вы не поворачивали голову и каким боком не поворачивались, у вас будет идеально растушеванный хайлайтер, который не нужно потом где-то дотушевывать еще дополнительно чем-то. Вот такое вот простое движение. Приучите себя к тому, чтобы просто сразу вот так вот наносить. И вы заметите, что растушевка гораздо более плавная и гораздо более красивая. Четвертым трюком опять вернемся к форме макияжа. Но здесь не только макияжа глаз, но и также макияжа лица. Очень часто так случается, что мы перебарщиваем с нанесением бронзера, румян, хайлайтера. Иногда так бывает, смотрим на себя в зеркало, видим свои щеки и сразу понимаем, что пора в клоуны записываться. Так вот, если вы вдруг переборщили с нанесением какой-то косметики, то самый простой способ, который я использую практически каждый раз, когда я делаю макияж, это беру спонж с остатками тональной основы на нем и просто прохожусь вот так вот по всему лицу и сглаживаю какие-то линии, которые могут быть немножко более жесткими. Если где-то вы видите, что у вас не идеальная растушевка, или если вы видите, что хайлайтер слишком, к примеру, подчеркнул текстуру вашего лица, то вот такой вот трюк со спонжем это идеальный способ для того, чтобы пройтись по этим зонам. И это то, что поможет вашему макияжу максимально приблизиться к текстуре вашей кожи, а не к какому-то слоеному пирогу. Но главный трюк, о котором я хочу рассказать, даже не в этом заключается. Это скорее тот трюк, который я использую прям вот постоянно для того, чтобы убедиться, что нигде нет ни одной какой-то жесткой линии, которая выдаст нанесение какого-то отдельного средства. Но если вдруг вы переборщили, к примеру, с румянами, вы смотрите, видите, много, вот реально перебор, то самый простой способ убрать интенсивность, но при этом, чтобы сохранить естественность, это взять вот такую вот простую пуховку, опять-таки абсолютно любого бренда, у меня это из какой-то пудры PS, по-моему, осталось. На эту пуховку вы наносите просто минимальное количество пудры, потом несколько раз еще вот так вот вбиваете эту пудру в пуховку, для того, чтобы там осталось, ну просто микроскопическое количество, и еще и распределилось тоже равномерно по всей пуховке, и после этого вы легкими поглаживающими движениями начинаете работать с той областью, где вы переборщили. И, во-первых, это сразу убирает интенсивность, а во-вторых, после того, как вы наносите вот эту легкую валь пудры, появляется ощущение, что румяна как будто не на поверхности кожи находится, а как будто они как изнутри выходят, то есть это ваш естественный румянец на лице, а не какой-то продукт, который вы сверху нанесли. И за последний трюк, я уверена, мне огромное количество людей скажет спасибо, кто любит пышные брови а-ля Кара де Лавин. Если природа, к сожалению, не наградила вас пышными красивыми бровями, либо вы когда-то их перещипали, и после этого они у вас практически не растут, а сейчас вы хотите сделать их максимально пышными и создать эффект, как будто у вас они в два раза толще, чем на самом деле, то здесь, конечно, есть несколько трюков, и самый главный из них, который работает просто невероятно, он из любых бровей делает настолько модельный вариант, что вы сами можете этого испугаться. Давайте здесь опять-таки расскажу все по порядку. Изначально вам нужно создать общую форму бровей. Я чаще всего использую карандаши для бровей, и просто заполняю общую форму, как мне нравится, где-то какие-то проплешины заполняю, и после этого наступает самый главный этап, а именно нанесение праймера для ресниц на ваши брови. Я использовала сегодня праймер для ресниц от Гош, он называется в Пейкет Лэш Праймер. Это то средство, которое мы наносим под тушь обычно, для того, чтобы ресницы были более объемными. Так вот, ресницы на самом деле не сильно отличаются от наших бровей. Нанеся праймер, вы увидите, насколько сильно они утолщаются, и как на ваших глазах появляется эффект, как будто в три раза больше волосков у вас откуда-то появилось. Праймер тоже очень круто укладывает брови. Единственная проблема, это то, что чаще всего праймеры для ресниц белого цвета, у меня конкретно это такой вот пепельно-серый цвет. Ну, короче говоря, это не цвет наших бровей. Поэтому изначально наносим праймер, даем ему немножко высохнуть, но не полностью, потому что если вы дадите прямо ему полностью высохнуть, то потом сверху гель для бровей будет тяжело нанести. Так вот, даете немножко подсохнуть, после этого берете ваш любимый гель для бровей, и проходитесь сверху для того, чтобы замаскировать просто ненужный вам цвет праймера и вернуть бровям тот оттенок, который вам нужен. И, естественно, гель для бровей мы используем тонирующий, непрозрачный. И если это не модельная бровь, то я уже не знаю, что можно назвать модельной бровью. Опять-таки, если сравнить до и после, мои брови совершенно не так пышно и насыщенно выглядят до, в своем естественном состоянии, как уже после нанесения всей этой косметики. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Также делитесь этим видео со своими друзьями-подругами. Пускай все будут в курсе того, как можно улучшить свой макияж. Также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, советую посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.